Всем привет! Вы слышите Алексея Холецкого и пришло время на уровне сложности Божество опробовать свежий патч. Сразу надо проверить, что отключены все моды. Мы чистую циву всегда проверяем вначале, без всяких модов. Я уже подготовил настройки Божество. Карту хочу континенты и острова. Все-таки на Пангее против компании так интересно играть, как на континентах. Главное, чтобы мы не появились на континенте, где мы одни просто будем. Размер карты огромный. Цивилизации поставил все, которые появились вот в этом New Frontier Pass. И две случайные будут, потому что больше не хватило на 12 штук. А так вот Хубилай я Монголию поставил, чтобы посложнее было. Все остальное абсолютно стандартное. Включен режим Монополии и Корпорации. Все остальные выключаю, чтобы чисто вот этот режим проверить. Ну и, честно сказать, мне из этих режимов только еще случайные технологии и социнституты нравятся. Все остальные это какая-то... Ну, Великая Эпоха, мне кажется, полегче на самом деле, чем обычный режим. Вот. Ну и все победы включены. В данном случае пока Варваров оставлю. Вроде как все-таки без Варваров компьютер играет поумнее искусственный интеллект. Но нам надо проверить в оригинальных условиях, чтобы было. Все, давайте начинать. Так, какие же бонусы у Вьетнама? Плюс 5 к боевой мощи юнитов, сражающихся в тропических лесах, болотах или лесах. Просто лесах. И плюс 1 к перемещению, если начинают ход в этих клетках. Все это удваивается, если оба бонуса на нашей территории. То есть будет плюс 10 на нашей территории и плюс 2 к перемещению. Вопрос, главное... Да, я просто не нажимаю на начать игру. Вопрос в том, насколько много у меня будет тропических лесов, болот и обычных лесов. Дальше. Дельта Меконга. Все специализированные земледельческие районы можно строить только в тропических... Ну, то же самое, да? В тех же местах. Постройки приносят доход в зависимости от расположения. Постройки в этих районах. Не районы будут дополнительные, а именно постройки в районах. Единицы культуры в лесу, науки в тропическом лесу и производство на болотах. Ну, грубо говоря, практически во всех районах это 3 здания. То есть плюс 3 культуры в итоге можно будет в лесу набить. Не так уж и много. Но леса можно будет сажать после средневековых ярмарок. А это плюс наука, например. Ну, и уникальный район у нас военный. И его можно строить даже невзирая на... Так, сразу международную торговлю продвинули. Ну, смотрите. Ну, что, вот это много? Вы считаете, это много лесов? Ну, хоть эти есть. Ну, кстати, видите, для кампуса место есть, да? И видите, у меня сразу дуболом на 3 клетки ходит, потому что он появился. Ну, я бы не ходил никуда поселенцам. Давайте все-таки вверх пойду. Я бы тут и поставил. Есть всего лишь один ресурс красителей. Ну, да. Вот тут, очевидно, у нас предварительно кампус будет, да? Слушайте, а там написано земледель. Ты где-то что-то делаешь. Может быть, все-таки вот их уникальный район, этот Тань, он не обязан быть в лесу? Ну, да, вроде как где угодно можно поставить. Потому что там написано про земледельческие районы. Так. Ну, начинаем, конечно, со скаутов. В любом случае, тут надо понимать, где что. Хороший у нас сразу будет... Сразу будет пантеон. Слушайте, а может тут даже и на престиж стоит взять? Хотя, смотрите, тут низковатый. Да, потрясающий только вот здесь то, что у нас не обрабатывается. Ладно, надо подумать еще, что там останется после кампа. Ну, с животноводства, наверное, начнем. Блин. Плантации никак не ускорить. Я бы, конечно, хотел быстрее в обработку бронзы выйти. Ну, давайте дальше горное дело. И, может быть, даже вот прям вот так. Я бы уникальный район сразу строил. Потому что, опять же, повторю, он не требует... Не требует никаких трат в плане жителей. Но при этом... Ну, ладно, поехали. Но при этом еще и стоит в два раза дешевле в производстве. Так, это уникальный район. Все уникальные районы дешевле. Так. Да, ну, вроде с лесами норм. Конечно. Это вроде норм завезло с лесами. Тут еще и горы как бы есть. В принципе... Просто, ну, опять же, в Иллидии я все стандартное поставил. Тут вопрос... Получается, в Вьетнам такая цивилизация, которая зависит от старта. Потому что у меня есть на канале, например, игра, где я играл за Корею, по-моему, только с одним холмом. То есть, ты можешь только один самон поставить. Вот прикол. То же самое у меня было. Я играл за Спарту. И тоже только один холм был. То есть, я только смог один Акрополь поставить. Как это вот играть? Можно, когда ты зависишь от территории, а этой самой территории у тебя нет. Хотя я сейчас сюда схожу, хочу повторить. Ну, плюс три все равно будет. Слушай, так и тут еще кампус... То есть, знаете, тут можно подумать уже, на самом деле, куда кампус ставить. То есть, какой-то из этих... Одно из этих мест какому-нибудь второму городу оставить. А еще лисички будут. Кстати, наличие лисичек... Говорит о том, что мы можем храм Артемиды построить. Давайте, наверное, сюда. О, Вавилон сразу рядом. Блин. Не очень прикольно. То есть, где-то вот сюда бы хотелось бы город поставить, да? Что-то... Что-то близко. Ну, хотя не так, чтобы уже прям близко. С другой стороны. Обычно, если 10 клеток, то это нормально. Раз, два, три, четыре, семь, восемь, девять, десять. Да, как раз ровно 10 клеток между столицами. Так. Ну, тут пофигу, на самом деле, какие клетки. Давайте, наверное, все-таки сюда сначала пойду. Блин, надо было туда идти. Ладно, вернусь, туда пойду. Тут просто река идет. Надо же на реке ставить их. И тем более в сторону Вавилона. А этим я тут посмотрю. Вот тут, в сторону этой реки. Большой Заб. Это, кстати, скорее Вавилонское название, чем... Видит нам, наверное, здесь Меконг. Да, это Меконг. Мы на Меконге. Еее. Смотрим. Ну, у меня не стоит баланс положения. Так что лошадей может просто не быть. Но лошади есть, слава богу. Отлично. Купителям... О, даже две. Нормально. Так, с лошадьми норм. Кстати, а слоны у нас случайно лошадей не требуют. Как бы это странно не звучало. Похоже, нет. Они и лошадей, правда, не требуют. Кстати, я даже в пятой циве помню, что, конечно... Ну, просто тут нету такого стратегического ресурса слоны. Тут только есть ресурс роскоши. Слоновая кость. Блин, вот эти горы... Видите? Вряд ли город встанет. Но, тем не менее, надо будет туда дальше посмотреть, сбегать. О! Круинка нашлась. Еее. Ну, мастерство не самое лучшее для ускорения. Потому что мастерство это три клетки обработать. А у нас тут явно есть три клетки обработать. Мы могли бы и сами его ускорить. Не самый лучший вариант. Так, ну, я думаю, что все-таки клетки... Он сам будет покупать. Хотя... Блин, купить бы... 25-25. Пяточка. Ну, просто, чтобы город быстрее рос. Ну, надо купить. Надо купить, я думаю. Видите, как мы пойдем... Ну, каменную кладку, а потом лошадей, да? То есть, мы все равно сюда подойдем. Лететь этот курт нам сначала. Так. Пантеончик набивается. Это хорошо, кстати. Прямо сразу красивее. Мы одни из первых возьмем пантеон. Да, ну, тут река... Ох ты. Я думал, я когда-то думал, что река вот так идет, как и дальше. Это две разных реки. Ну, видимо, вот это... Блин, тут, конечно, лошадей. Но место выглядит похуже. То есть, мне где-то вот сюда, на эту реку, надо будет город ставить. Тут надо будет сейчас думать, где размещать. Слушайте, надо еще думать, чтобы становиться... Ну, надо этот лагерь забрать. Потому что я надеюсь, что я в Золотой век выйду. Тем более, с уникальным районом моим. По идее, я должен в Золотой век выходить. Радует, что тут такая территория, что Вавилону хреново на меня нападать будет. Так. Нам надо на лес становиться, и я буду иметь плюс 5 к нападению. Да? А, нет, это против Индико. Значит, пока не работает. Ну, сейчас посмотрим следующим ходом. И плюс я еще поставлю карточку на плюс 5 против варваров. Посмотрим. Так, слушайте, тут интересная территория. Сразу думаем о корпорациях. То есть, видите, два красителя. То есть, по идее, все-таки надо где-то тут ставить город. И, видимо, именно там, где у меня стоит дуболома. Я бы прямо сейчас и повел его туда. А что у нас с лояльностью? Да, вроде... Да, вроде... А, блин. Пак. Вы видите, то есть, тут какой-то город где-то недалеко. В трех клетках, скорее всего. И, судя по тому, что нету лояльности, скорее всего, ГГшка где-то. Блин, ну... Все равно надо тогда на медь ставить. Тут все равно хорошее место, тем не менее. Согласитесь-ка. Ого, тут янтарь и алмазы. Так, ну, мне повезло, что мы в горах. Видите, находимся все-таки в холмах, в горах. Может быть, не так больно на меня нападать будут со всех сторон. Если что. Так, значит, тут точно плюс пять против варваров ставим. И... Блин, а ставите мне плюс один? То есть, так я за два хода... Давайте лучше производство поставлю. Я и так пантеон возьму, правильно? А сменить я бы не смог. Мне семь ходов надо еще для смены. Ну, это ж долго. Так, становимся в лес. Вон ГГшка еще. Блин, вот хреново они тут... Хреново они тут все стоят, кстати. Ну, валет-то, видите? Из-за валеты фигово город становится. Так, видите, тут был... Кампус был неплохой. Да, ну, придется тут ставить. Так, смотрим, работает ли... Ну, я не вижу где. Вот плюс пять против варваров я вижу, против антикавалерийских вижу. А где способность? Еще раз считаем. Плюс пять к боевой мощи юнитов, сражающихся в тропических лесах, болотах или... Может, имеется в виду... Все-таки вот если бы этот лагерь стоял в лесу, то есть когда ты нападаешь на клетку с подобными вещами. Так, а, давайте вот тут глянем. Да, вот, а тут есть, если знать, агрессора. Вот я нападаю на клетку с тропическим лесом. Да, значит, должен соперник стоять на этой клетке. Понял. Окей, работаем. Изгнать агрессора. Рудник, каменоломня. Так, что у нас тут обрабатывается? Один ход. Один ход и будем его... Так, пускай само добавляется. Окей. Еще раз нападаем. Или постоять один ход. Давайте один ход постою. Что-то большой урон получится. Эти цимбалы мне уже не нравятся. Боюсь, как бы, не начали... Какой-то валетто... Наличие валетто, как бы, говорит о том, что неплохо бы веру иметь, на самом деле. Слушайте, у меня есть... То есть я вот уже думаю, пантеон, который дает веру от... Когда на ресурсах ставишь шахты. То есть, как минимум, алмазы и янтарь имеется, да? Но, правда, это все, что имеется. Блин. Какая непонятная. Ух. Вот Колумбия, конечно, в соседях. Такой... А где я ее встретил-то? Где-то вот тут встретил. Так, 4-4. Так, 3-4. Начинаем... С этих лошадей. Тут атакуем. Тут атакуем. Блин, мне бы тут территорию, конечно, исследовать. То есть, с одной стороны, конечно, хорошо, что... Так, я встретил Колумбию. Видны тут, интересно, лояльность ее? А, вроде нет. То есть не так близко. Ну, Вавилон... Эти вот места Вавилона так себе, да, выглядят. Ну, во всяком случае, если бы я на равных играл. То есть, ну, такой какой-то... У меня тут все в лесах и холмах. И горах. А у него как-то все плоское. Ладно, пойду тут исследую. Так, конечно... Висячие сады, 11-й ход. Ничего удивительного. Так, давайте добьем этого парня. Пойду полечусь потом. Нет, наверное, встречу ГГшку. Так, ускорили верховую езду. Просто нам надо три варвара уничтожить. Пока одного только уничтожили. Тут пока стоим один ход. Блин, он ведет посела. Ну, сюда же он не поставит его, правильно? То есть тут одно место. Я думаю, что я здесь... Ага, скаут. Слушайте, а пойдемте-ка мы нашего поселенца держать. Я думаю, где-то он тут поставит, скорее всего. Блин. Если он вот сюда поставит... Слушайте, надо мне тут скаутом ставить. Надо, чтобы Вавилон здесь поставил город. Если он сюда поставит, то у меня сюда не влезет. А мне сюда надо ставить. Это вот этот город такой защитный будет от Вавилона очень хороший. Так что надо вот тут, слушайте, надо вот тут просто стоять скаутом. Вот так сделаем. Я думаю, поселение должен без проблем дойти. Катастрофическое извержение. Чего ж не достало до поселенца? Ноль населения погибло, одна клетка повреждена. Ну, чё? Чё не погиб никто? Ну, это какое-то... Такое катастрофическое извержение, что всего лишь... Немножко поля лавой залил. Наоборот, урожайность повысила. И реально. Так, меня Колумбия сразу осуждает, зашибись. Ну что, надо ждать от него прихода. Так, смотрим. Кстати, можно было еще взять за соседство тропических лесов для этих священных мест. Ну, как видите, уже взяли. Довольство в городах на реке. Что у нас осталось еще на веру? Вера от каменоломен? Вера от рудников на бонусных и редких ресурсах? От клеток с престижем потрясающе и выше, от геотермальных полей вулканической почвы. Давайте еще раз посмотрим на престиж. Может, все-таки на престиж брать? Блин, ну как-то выглядит не очень. Ну, вот этот город точно будет давать, да, веру? Нет, тут притягивающий, тут потрясающий буквально вот. А горы не будут давать престиж. Блин, я даже не знаю. Я даже не знаю. Давайте встретим ГГшку. Не первым, к сожалению. Катя Шенгетти, по-моему, чем-то хороша, я помню. Международные внутренние торговые пути получают плюс одну веру за каждого последователя, основанной вами, или доминирующей религией. Даже не надо религию основывать. Так вот, есть доминирующая религия. Правда, что Вавилон, что Колумбия пока не особо религиозные цивилизации. Блин, и опять Шенгетти так стоит, что на реке город не поставить, да? Блин, ты хоть Шенгетти захватывай, но он вообще какой-то говняный, смотрите, тут с каким-то... Блин, сейчас надо подумать. Большой бассейн, 13-й ход. Висячие сады, 11-й, большой бассейн, 13-й. Блин, как бы мне там не укатали моего дуболомпа, где они должны? Тем более он стоит, он будет плюс 5 иметь еще против этого коня и против этих. И они должны укатать. Блин, важно, важно, слушайте, надо важно выбрать панчево. Может, все-таки культура от пастбищ, как бы... Тут уже будет сразу культура, да, валить с двух лошадей. Потом тут скот. Искра боль. Давайте еще раз. Ну, танец Авроры точно нет. Плюс два довольства и два жилья. Священное место на реке. Но я точно не буду священные места сейчас ставить. Прямо в гадалки не ходи. Чудес древнего мира античности. Это на божестве невозможно угнаться за компами с чудесами, даже с пантеоном. Искра божья. Это интересно. Тем более... За каждое священное место кампус. И театральный... Ну, блин. То есть на торгов... На центре коммерции искра божья не действует, да? Я бы подумал, если бы действовал, чтобы торговцев брать и корпорации основывать. Ну, ладно. Два производства на болотах, оазисах и поймах. Кстати, у меня болот вообще нету. То есть я не смогу... Мне негде ставить районы, которые бы увеличивали производство. То есть у меня только тропические и тропические леса. Давайте я просто поищу сейчас болота на всякий пожарный. Ну, по-моему, я так визуально вообще болот у себя не вижу. У валетты вижу. Это у вавилона точно. Я туда не буду ставить. И все. Так что... А даже если бы было, то естественно, мне не надо это брать. Потому что я село туда буду районы ставить. Бок моря точно нет. Значит, культура от пастбищ. Вот вариант. Лагеря у нас только одна лисичка. Вера от каменоломен. Одна каменоломня и все. В общем-то. Производство и вера от каждого улучшенного стратегического ресурса. Ну, кстати, тоже вариант. Потому что стратегические ресурсы... Вот у меня две лошади уже, да? То есть это будет еще производство. И вера начнет капать. Все-таки. А я забыл, зачем я веру хотел. Что-то я начал... А, в валете можно будет что-то покупать. Вот бог ремесленников надо еще подумать. Как бы, в принципе, мне тут с лошадьми... Как минимум в столице повезло. Плантации. Ну, есть два красителя. Блин, он все-таки этих красителей заберет, да? Скорее всего. Но я все равно введу поселенца сюда. Видите, он там поставил город. Хотя можно сразу уже тогда сюда идти. Ну, от плантации хуже, мне кажется. Хотя вот тут еще... Вот я поставлю... Ну, получается... Смотрите, у нас получается только три пансиона. Культура от плантации. Культура от пастбищ. И... Бог ремесленников. И мне кажется, что надо бог ремесленников все-таки в этом случае брать. Потому что... Производство. Плюс одно производство. Это всегда круче. И одна вера будет капать на будущее для валет. Давайте бог ремесленников. Вот сразу три, три, один, да? Кайф? Кайф, по-моему. Он вообще круто. То есть, если бы не было у меня двух лошадей, если бы... Да, то это бог ремесленников бы в пролете оказался. Вот так это очень круто. Ну вот, проатаковал. Поменялись местами, а не что-то... Так, ну мы тут стоим в защите дальше. Пускай он меня атакует. Потому что я плюс пять имею. Так, сюда идем. Стоим тоже. Блин, вот это... Конечно, мне не очень нравится, что этот придурок может мне войну объявить. Кстати, а вот и второй и третий варвар, чтобы обработку бронзы, да? Ускорить. И открыть ее. Кстати. Тоже круто. Так, становимся тут, лечимся. Потом дальше пойдем. Мне бы, конечно, тут исследовать, но ощущение, что тут хреново будет город ставить. Но мне бы сразу, на самом деле, еще одного посела делать. Как бы особо не останавливаясь. Так, какую клетку обрабатывает камень? Да, все верно. Все верно. Так, четырнадцатый ход. Ой, ой, как хорошо. Ой, он все убился и... Класс! Очень какие дебилы у нас сидят. В правительстве, хотел сказать, но... В управлении варварами. Так. Плюс два золота. Тут, наверное, ничего пока мы не меняем. Это ничего не меняем. Давайте трудовую дисциплину дальше открывать. Нам нужно будет поставить на создание юнитов. Так. Вот вопрос, наверное, сначала заберу. Еще сюда подойду и вот теперь апнусь. Да, кайф. В общем, юнитами, этими вьетнамскими юнитами стоять в лесах, болотах или чем там еще. Это, конечно, очень круто. Это бонус прям офигительный. То есть, от меня убились, считай, за два хода копейщик и всадник. Вот как с таким говном воевать? Так, руинку нашел. Торговые пути могу делать. Но пока мне их просто некуда отправить. Ну, я куплю, конечно, караванчик, скорее всего, в Хан Лонге, когда этот город поставлю. Так, что мы тут обрабатываем? Три-пять, а так четыре-четыре. Вот так давайте. Так, вот тут мне страшно вообще-то идти. Ну, вроде норм. Так, тут лошадок. Так, и переключаем сразу. Два-три. Так, два-три, тогда лучше сюда, чтобы капала вера. Ну, давай строителя. Ну, плюс одно население тоже мне очень нравится. Тут тоже очень круто. Так, давайте еще один ход, наверное, полечимся и пойду сюда скаутом. Пока я все-таки думаю, что вот этого посела явно сюда надо везти, куда-то ставить. Хотя, блин, не прямо уж такая супер местность, да, ради которой. Понятно, что Вавилон когда-нибудь тут город поставит. А вот здесь я вот, ну, то есть, когда-нибудь я тоже тут город поставлю. Может, мне куда-то лучше в сторону Колумбии бы сбегать. Ну, то есть, следующим ходом побегу скаутом смотреть. Так, сейчас мы узнаем, обязательно ли мне мой уникальный район ставить на леса. И где у нас еще есть железо, потому что железо тоже будет давать. Еее, смотрите, еще и железо прямо здесь. Так, ну, у меня столица прям старт производственный. Хорошо, теперь смотрим на уникальный район. Нет подходящего места. Да, значит... А, подождите, я камень не могу вырубать, тогда еще непонятно. То есть, ну, просто военный лагерь нельзя в соседней клетке ставить, да, понимаете? А не соседняя клетка у меня занята лошадьми, во-первых. То есть, лошади никак не уберешь. А во-вторых, камнем. Камень можно убрать только если у нас открыта каменная кладка. Она не открыта. Поэтому пока непонятно насчет этого района. Пока непонятно. Обязательно ли мне надо иметь леса для него? Так, ну, вот тут-то поинтереснее места, да, для города. Ну, в плане... Ну, ресурсов тут не так много, как хотелось бы. Блин, дуболом идет. Велико-колумбийский. Тут мне не нравится. Ну, не видны вообще, конечно, никакие лояльности. Но то, что тут вот армия у него... И он, понятно, будет постоянно. И у этого армия, блин. Так, ну, тут надо сразу будет выкупить, наверное, вот эти две клетки. И посмотреть, могу ли я сюда военный лагерь поставить. И мне, конечно... Слушайте, мне тогда надо скорее каменную кладку для стен. Галлы. И где мы с вами... Наверное, вот там слева, скорее всего. Блин, вот это... Что это за говнина прется? Блин. Это мне очень... 13 силы. Я бы, наверное, все-таки тут постоял, пока никуда не шел. Да, и вот куда мне этого поселенца тогда везти? Так, а где мы с ним встретились? Нет, он справа. Интересно. Ну, я бы вот за эти горы вправо, в общем-то, и не ломился бы. Я хочу... Я жду просто вот этой карточки на плюс 50 к созданию юнитов, и тогда буду строить хоть что-то. 205 угала уже, нормальная сила. Стою тут скаутом, чтобы не встали никакие другие юниты сюда. Не мешали. Так, ну я ставлю на то, что мне Колумбия объявит войну. Вопрос только когда. Католицизм в Колумбии. О, я кого я встретил? Причем первым. Кардив. Неужели слева никого нету? Вот это прикол. Я первым встретил Кардив. Так, а он что делает? Города получают... Да, за каждое здание в гавани. Очень нужная мне ГГшка, тем более, что у меня не будет ни одной гавани в этой игре. Сейчас, наверное, Вавилон будет возмущаться, что я рядом с ним поставил город, да. Так, ну мы, как я и сказал, во-первых, сразу это выкупаем, во-вторых, это. И вот теперь я хочу посмотреть... Подождите, а мы можем... А, ну, конечно, это в лесу. Не, слушайте, ставится, видите? Вот без леса даже две клетки показывают, что ты можешь там поставить. Отлично. Это очень хорошо. Ну, я, наверное, со строителя тут начну. А тут уже все-таки надо юниты начать даже без карточки. Потому что вот эта вот... Колумбийская хрень очень нездоровая. Так, ну, мне придется сюда пока идти ставить. Я думаю, что где-то тут, скорее, надо... Я вот так на лес встану, чтобы следующим ходом быстрее пройти. Так, а что там у колумбийцев? Ну, понятно, что они двигаются, то есть он может стрелять и ходить как-то так. Но пока на данный момент, по-моему, доля Янера особо колумбийца можно не... У него там нету как... Блин, давайте глянем. Я уже забыл, честно говоря. Всегда баним. У него там каких-то особых... Крутых штук. Да, но мне нужно уникальный район в любом случае будет построить. Потому что... Золотой век надо выйти. У меня тут практически чуть-чуть. Остало мне бы еще кого-нибудь найти или... Или руинку найти. Да, повышение юнита не заканчивает его ход. И плюс один всем юнитам это не страшно. Против компа это все. И главнокомандующих у них еще нету. Да. С Колумбией сейчас воевать не страшно. Там, по-моему, у Галлов и Вавилона есть уникальные юниты, которые, да, неприятные. Слушайте, может мне здесь все-таки сразу начать этот строить? Потому что 8 ходов... Это 27 ход, а этот все-таки за 6, за 5 построится. Я бы построил лагерь. Он тут точно нужен. Я понимаю, что лес не вырублю, но что поделать. К сожалению. Так. И этим поехали исследовать вот эту территорию. Так, что у нас с кампусами здесь? Здесь, например, тут можно. Потому что мне эту клетку еще выкупить. Как бы город быстрее расти будет. Мне сейчас деньги, ну на что? Ну, блин, лагерь... Ой, этого, караван покупать не особо надо. Нет, давайте выкуплю. Я точно так хочу сделать, чтобы рос город быстрее. Да, вот кол... Ну, вот в чем я и говорил. Нашу тиранию надо... Именно моя тирания. А не его. Ну, стоим здесь в этом. Так, мегаизвержение. Это Вавилон у хреново. И что у него там? Опять одна клетка только повреждена. И повышена урожайностью 5. Класс! Вот это... Вот бы мне такие извержения. А можно на меня так извергнуться? Стоим. А, тут даже прокачаться можно. Ну... Не, ну все равно засада круче прокачаться. Давай, все-таки по холмам давайте сделаем. Так, выходим сюда. Видите, в лес. Чтобы этот тоже не мог. Ну, я не знаю, как он, конечно, планирует меня атаковать. Но то, что Колумбия... Атаковала бы меня. Это прям вот... В гадалки не ходи. Так, это надо взять. Да, вот тут, конечно, печаль. С морем из-за Шенгети. С рекой, я имею в виду. Ну да, придется, видимо, сюда ставить. Вот где компьютер мне и советует. Туда и буду ставить. Потому что сюда все ближе. Тут вообще какой-то голый Вася. Очень мне не хочется. Честно говоря. Ну, пока предварительно так сделаем, да? Ну, давай. Давай, колумбийское чмо. Ты думал к Вьетнаму лезть? Достаточно и удовольствия. Но мы все равно растем. Мне, конечно, не хватает... Здесь он не разрушит меня. Лучше не хватает счастья. У меня даже еще плантации не открыты. Ну, блин, 135. Ну, слушайте. Какая-то выглядит грустно. Еще и оборонительную тактику мне качнул. Зашибись. Ну, смотрим. Так, еще один подошел. Нет, он атакует. И мне это очень нравится. Так, тут ставим... Плюс 50% к подготовке. Строителей пока нет. Просто к производству. Да, слушайте. Мне еще и с территории повезло. Вот так встал и все. И тут забит. Он тут не может никак пролезть. А тут мы просто этими его мочим. Да, ну в этом плане, конечно, что-то слишком круто. Вьетнам. То есть я просто стою на лесах. Ну, еще, конечно, с территории повезло. Вот они так все это расположены. Потому что я могу так поставить юниты, что он просто ничего не может сделать. Давайте я даже вот так покажу, чтобы открыть эту клеточку. Ну, здесь я ставлю, как минимум, у нас будет еще кофе. И до этого мы кофе когда-нибудь доберемся. То есть я еще могу предприятие на кофе смогу сделать. А так предприятие... Давайте-ка глянем красители и кофе, что дают в плане развития города. Когда мы там поставим предприятие. Так, значит, кофе плюс 20% культуры. А красители... Пряности не вприд. Краска. Плюс 25% веры. О-о-о. Плюс 25% веры как-то... Ну, конечно, мы здесь поставим. И как бы тут есть вера. Но в моем случае... Как бы нафига мне 25% веры. Да? Так, мастерством поставить, наверное, военную традицию. Чтобы бонус флангов был. И можно еще кавалерию, кстати, будет построить. Ну, давай атакуй. Ушел. Не, слушайте, а что так больно скауту стало? Что-то нечестно. Может, там сзади еще кто проатаковал? Так, скаутом отходим. Этим стоим. Этим подходим еще. Этим стоим. Не, скауты уже не так весело стоят, я смотрю. 20 единиц мирового влияния. Вот это нужно. Вот это сейчас прям то, что надо. А, зато какое-то задание у Кардифа выполнил. И уже два посла там. Кайф. Можно, кстати, и засюзеренить. Я, кстати, засюзереню Кардиф, чисто, чтобы территорию вокруг увидеть. Ну, то есть я получу первого посла и сразу в Кардиф отправлю. Почему нет? Так, ну, нам нужны, очевидно, еще войны. Давайте-ка я следующим лучше война поставлю, а то как-то скауты все-таки фигово стоят. Появится войн, я его сюда переведу. И бей его сколько хочешь до опупения. Да, в Тхолонге, конечно, бы еще тоже стены. Ну, в Куан-3 надо будет стены в первую очередь. Так, слушайте, я выхожу уже в Золотой Век, да? Нет, еще одно очко достать. Ну, то есть четыре очка сейчас я с этого получу, еще одно очко не хватает Золотого Века. Наверное, лошадь какую-нибудь сделать. Нужны ли мне сейчас деньги? Мне кажется, нет. Правда, у меня лошадей дофига. А ты ресурс никакой не хочешь мне? Нет, он не даст мне ресурс. Восклицательный знак, значит, он не дает. Ну, ладно, давайте мы ему 10 лошадей реально продадим. Только за какую-то конкретную сумму, а не вход. Потому что он всегда может объявить войну. И это деньги в ход исчезнут, как пыль. Как слезы при дожде в дождь. Как слезы в дождь. Ну, наконец-то хоть одного жителя. Ну, слушайте, у меня эти мега-извержения. Каждый ход, походу. Там будут клетки какие-то вообще... Офигительные. О, уже католические миссионеры. Да что он там взял, кстати? Святилища и храмы пищу дают. Ну, мне это без... Безрань. Ну, кстати, я был бы не против, чтобы он меня обратил. Потому что... У нас тогда станут хорошие отношения. Более-менее хотя бы. Так. Значит, прачниковый бы я поменялся местами здесь. Тут. Ну, не должен же убить, наверное. В защите. Стоим. Стоим. Давайте. Вот тут, кстати, могут прачника убить, к сожалению. Так, давайте сделаем. Может тут отойти? Потому что миссеру придется следующим ходом отходить, когда появится следующий прачник. Давайте лучше вот так сделаю. Так, после этого опять... Воины. Блин, я бы всадников открыл. Давайте пойдем во всадников. Я, по идее, думаю, что я стрельбу должен ускорить каким-то образом, когда прачник кого-нибудь убьет. Я надеюсь, он кого-нибудь убьет. Давайте мы ему этих будем... Осудить ирите-ка. А хрена он тут ходит. Я, конечно, сказал, что я хочу, чтобы он меня обратил, но... Но не настолько. Кстати, а тут не побережье, в случае? Да. Вот тут я бы где-то еще город ставил. Потому что, видите, тут два кофе. Так, стоит прачник. Отлично. А тут дуболом... А почему тут прачник не стрелял, кстати? Тань плюс четыре. Шесть ходов. Значительная победа. Так, вот тут бы я-то отходил уже. Лечимся, лечимся. Ну, тут надо меняться местами. К сожалению. А, вот и на реке. Вот и золотой век, кстати. Кстати, о золотом веке. Так, тут строителей начнем. Тут бы я... Знаете что? Тут давайте сразу стену. Очень... Очень мне Вавилон в соседях не нравится. Ну, типа, как раз карточка будет на кавалерию. Я бы поставил на кавалерию. И делал. Мне нравится, что они не грабят мне территорию. А в шестерке почему-то, если враг на территории находится, то все равно она обрабатывается. Не понимаю прикола. Конечно, в этом... Конечно, в этом... Ну, вот мы и в золотом веке. Меняемся местами. Блин, как бы мне лучников открыть. Нехватка у меня места для юнитов. А, давайте мы его как раз сзади обходить будем. Точно. О! Сейчас мы этих раненых наказывать будем. По идее, не должны этого прачника убить. Блин, все-таки убил. Ну, хреново, что я хочу сказать. Хреново. Мне, получается, нужен еще один прачник теперь. Так, а купим... Куплю все равно рабочий. Там 30 монет стоит апгрейд, если что, в лучников. А торговец нам нужен точно в Куанг... Куанг-3 отправить. Так. Теперь. Почему? Да, там идеальное место. Ну, конечно, да. Вот тут в этом плане получается... Колумбия неплоха. Видите, сколько у него там бонусов сразу капает. Я, пожалуй, постою в защите. Давайте пока... Давайте, как гончарное дело, пока отложим стрельбу из лука открывать. Ну, дуболом точно хорошо стоит. Да, блин, я забыл, что он на три клетки может ходить. Жалко того скаута. Так, ну вот тут мы их точно завалим. Вот одного. Минус один, так. Сюда мы и так идем. Пускай его тут... Я бы тут даже поставил просто дуболом, чтобы он этими двумя их атаковал, да? Так, теперь этого валим. Этого раненого сюда выводим. А этим стреляем. Блин, чуть не хватает добить. Жалко скаута. Блин, еще и через него... Я пропустим ход. Я не хочу, чтобы он разграбил мне караван. Три прачника. Три дуболома. Скаут. Блин, я бы, конечно, всадников, но еще хрен знает. Давайте все равно продолжим воинов тогда. Или мне все-таки прачников делать, потому что они же потом апаются в моих этих слонов. Давайте, наверное, прачников. Я считаю, что вот в такой территории стоять двумя воинами вполне хватит. Тем более, что я ему уже проредил армию. А прачники это мои будущие слоны. То есть я в них буду апгрейдиться. Это он отойдет. Венецию нашли, которая объявила нам войну. Наемники прокачали. Так, у нас появился бонус за атаку с фланга, слава богу. 50%. Ну, как вы понимаете, мы еще не открыли всадников, поэтому нафиг надо. Зато мы сейчас убьем и прокачаем лучников. Отлично. Давайте, наверное, еще одного прачника. Как раз один ход он будет делаться, да? И после этого... Ну что, запускать? Мне кажется, уже можно. Тут стоим. Тут Стоим. Тут стоим. Тут поменяемся местами. Так. И сюда. Лечимся. Раннюю империю, конечно. Так, что у нас здесь? Тут бы, кстати, монумент не помешал. Да, вот тут хороший город где-то встанет. Не знаю, может сюда, может прямо на камень. Тут надо посмотреть в зависимости от того, что тут у нас. То есть, гавань все-таки, возможно, у нас будет. И вот тут бы мне глянуть в сторону колумбийца. Может быть, вот туда он пошел. Ну не может же он одним дуболовом город с защитой 10 взять? Или может? Собирать бонусные ресурсы. Так, это все фигня. Открываем стрельбу из лука. Идем в верховую езду. Ну, это не езда. Давайте строителя хочу железо обработать. Это не езда. Блин. Давайте мы откроем луки и пойдем все-таки в орошение. Потому что у меня большие проблемы со счастьем. А это, ну, серьезные штрафы. И роста никакого. Да, отлично. Вот тут стоять, потому что это плюс 5, да? К силе получается. Здесь давайте сюда подойдем. Сюда подойдем. А мы убьем. Он... Этот меня точно ничего не сделал. Видите, тут плюс 5. Изгнать агрессора, я думаю, кайф будет. Не убил, блин. Ну, е-мое. Это не честно. И этого пращника... Туда. Так. Меня волнует, что тут какой-то дуболом туда побежал. Может все-таки за ним пойти? Вот так хотя бы. Ну, это нормально вообще? Ты, вы достали, твари! Сколько еще с этим война? Интересно. Не пойдет на сделку? То есть я уже могу... Блин. Там выглядит так, что Вавилон идет на меня нападать еще. Вообще кайф. Не, пошел фу. Надеюсь... Ну, валет-то жалко, если он заберет. Я вообще-то на нее рассчитывал. Я вообще-то на нее рассчитывал. Так, тут стоим. Он все еще не может меня пробить. Тут давайте сделаем уже одного лучника. Или, может, двух. Это на холме тут стоит? Нет, это луг. Луг. Не понял, что его атаковать. Странно. Странно. Я как-то сейчас походил в дуболон. Мне показывал игру, что я могу атаковать. Что-то я сюда встал. И... Возможность ушла. Так, я вот думаю, нужен ли мне еще один лучник. Я думаю, что пока нет. Так, тут у нас холмы. То есть отсюда я не смогу стрелять. Может, он сюда встанет? Я тогда обстреляю парня. А, ну, пока не хочу. Пока пускай деньги будут. Хорошо, что он мой, а скаута мочит. Так, а вот тут уже, похоже, надо валить. Опять пришел. Ну, это если что-то зайдет, то я вообще не против. Так, этот... Давайте на орошение сначала, а потом уже железо. Обрату два хода. Откроется. Тут проатакуем. Несмотря на тяжелое поражение. Вот тут надо отступить. Кстати, а давайте мы вот так сделаем. Так и так. Ну, блин, Колумбия. Слава богу, Вавилон туда куда-то пошел. Еще у Галлов 300. Ну, Галлы, наверное, точно не придут. Слушайте, там, конечно, фиг знает. И, кстати, лояльности не видно пока никакой. Я... Мне бы вот тут еще посмотреть. Ну, судя по тому, что он так прется отсюда, что он где-то недалеко там. Кстати, чувак, ты еще не хочешь мир заключить на нормальных условиях? Хорошо, у меня не Монголия еще в соседях. Так. Строитель может... Блин, ну вот тут, конечно, лагерь поставить и вообще будет зашибись, да? Давайте, наверное, стены. Смотрите, я вот этим обработаю красители, потом железо, а потом сюда пойду вырублю тропический лес и поставлю этот самый Тань. Кстати, надо не забывать, что он еще соседство дает другим районам. То есть, это значит, что вот сюда у нас надо будет коммерческий район стопудово ставить. Что Тань дает плюс две культуры за каждый район по соседству. Понимаете, да? Плюс еще этот коммерческий район будет... Кстати, по-моему, получим... У меня вот этот кампус на плюс четыре получится. Между прочим, за счет коммерческого района, центра города и тропического леса. Главное, не забыть тропический лес не вырубать. Блин. Я, конечно, понимаю, что вот здесь будет на раз, два, три, четыре, на плюс шесть кампус, но я очень не хочу убирать в данном случае бананы, очень не хочу... А, стоп. Так я же не могу здесь кампус поставить. Ну, все. Придется все-таки сюда ставить. Я забываю... Блин, и я коммерческий район не могу сюда поставить. Фак. Да, я забыл, что тут леса везде нужны. Ладно, может я... Когда там у нас высадка лесов? Возможно, в сред... что-то в ярмарках? Нет. Где-то недалеко должна была быть, нет? Мистицизм. Блин. Где у нас доступна высадка леса? Средневековый ярмарк. Слушай, так далековато, на самом деле. Я понимаю, что в обычной игре... Во. В обычной игре высадка леса вообще, по-моему, где-то в охране природы, да? Да, позволяет сожжать лес. Но средневековые ярмарки не сильно ближе для цивилизации, которые районы могут только на лесе ставить. Ну, давайте тогда древние стены здесь. И мы вышли в античность. На этом, я думаю, первую серию закончить. Напоминаю, спонсоры канала продолжение могут сразу сейчас посмотреть, пойти во вкладку сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что смотрите, играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok